Человек смог удалиться от Земли всего лишь на расстоянии лунной орбиты. Но даже и на более низких орбитах современные технологии не могут обеспечить полностью пилотируемый полёт длительностью свыше 3-4 месяцев. По истечению этого времени экипажу космического корабля обязательно понадобятся расходные материалы, доставляемые с Земли. Но! Возможно ли выжить вне Земли, без земных запасов? Как организовать полноценное питание, водообеспечение, постоянный приток кислорода и эффективную утилизацию отходов жизнедеятельности в отрыве от земной биосферы? На данном этапе ответ на вопрос «Как выжить в дальнем космосе» звучит следующим образом. Взять с собой некую минимальную необходимую часть этой биосферы, заставив её функционировать в условиях низкой гравитации, небольших замкнутых пространств и избытка высокоэнергетических излучений. В 1991 году в пустыне возле города Оракл, штат Аризона, закончилось строительство сооружения, включающего в себя огромную стеклянно-металлическую конструкцию, которая накрывала территорию площадью 1,27 гектара. Вместе со вспомогательными постройками она представляла собой герметическую систему объёмом 203 760 м3. В этом объёме был смоделирован целый ряд биомов. Тропический лес, саванна, жёстколистный средиземноморский кустарник, пустыня, пресноводное и солёное мангровое болото и даже мини-океан с живым коралловым рифом. Правда, их относительное представительство сильно отличалось от реального. В частности, океан составлял менее трети сооружения, в то время как на Земле водные пространства занимают 71% поверхности. Всё это разнообразие заселили почти четырьмя тысячами видов животных, растений и микроорганизмов. Их состав был подобран так, чтобы наилучшим образом имитировать биосферный круговорот веществ и разложение органики. Гигантские компрессоры регулировали внутреннее давление таким образом, чтобы оно соответствовало наружному. Это сводило к минимуму утечки воздуха. 26 сентября 1991 года частью искусственной биосферы стали 8 человек – четверо мужчин и 4 женщин. Им предстояло провести ровно два года в полной изоляции от внешнего мира. В качестве продуктов питания они должны были использовать других обитателей сооружения – рыб, креветок, коз, кур и свиней, а также выращиваемые на специально отведённых площадях овощи и фрукты. Предполагалось, что комплекс будет функционировать автономно, так как в нём имелись все условия для нормального круговорота веществ. Солнечного света, по расчётам учёных, должно было хватить для воспроизводства кислорода растениями в результате фотосинтеза. Черви и микроорганизмы обеспечивали переработку отходов – насекомые, опыление растений. Циркуляция чистка воды осуществлялась благодаря работе жалюзи, регулирующих солнечное освещение, которое вызывало потоки тёплого воздуха, способствовавшие испарению с поверхности океана. Впрочем, и непосредственные участники эксперимента и его руководители извне могли до определённой степени вмешиваться в работу систем жизнеобеспечения. Все отходы жизнедеятельности разлагались биологическими методами, обеспечивая питание растений, часть которых, в свою очередь, служила пищей людям, рыбе и домашним животным. Полностью исключалось применение токсичных химических веществ. Не допускалось даже использование загрязняющих среду источников энергии, например, открытого огня. Энергию для приготовления пищи, освещения и электропитания оборудования давали солнечные батареи. Казалось, что всё учтено и построен идеальный мир, однако проблемы не заставили себя ждать. Сооружение оказалось перенаселённым, людям не хватало калорийной пищи, пришлось в джунглях высадить немного бананов и папайи, уплотнить посадки зерновых без увеличения площади и ввести распределение еды. Через несколько месяцев начали ломаться под собственной тяжестью кроны многих деревьев. Выяснилось, что для нормального формирования древесины крайне необходим такой, на первый взгляд, незначительный фактор, как ветер. Друзья, спасибо вам за просмотр. Спасибо за лайки и интересные комментарии, ваша поддержка очень важна для нас. А чтобы не пропустить следующие видео, подписывайтесь на канал Космо и на наш паблик ВКонтакте. Продолжение следует.